Всем привет дорогие подписчики зрели канала всех наших каналов с вами Римас, Публи, Виктор и НЕО если я не ошибаюсь правильно? НЕО. Как ты так? Как я так? Вот так вот бывает у меня даже. Я посмотрю у меня запись включилась или нет. Включилась мне запись. Поздоровитесь ребята. Да да, всем приветствуем. Видео будет много, так что ребята одна битва это как минимум 3 часа просмотра. Причем с разных ракурсов будет вас фул погружение. Так я возьму Сицилию пожалуй. Нет, слабая кавалерия поздний период меня это не устраивает. Хотя ладно. Беру. Что я делаю? Давайте по другому. И денежку не потратить, и при этом армию взять. Я советую Сафитори заменить фракцию на что нибудь более классическое. Просто я победить хочу. Да? Победить? Победить? Я не знаю. Может быть просто вот так вот сделать? Сафитори может набрать такой состав, что можно и не победить. Вот я предлагаю. Самер, давай я лучше возьму Испанию, я с ней лучше управляюсь, а ты бери Сицилию. Давай. Потому что с Испанией у меня кстати лады лучшие. Я знаю такую армию, которую можно набрать на 15 тысяч, причем очень хорошую. Испанцы. Да, сейчас наш номер, вы увидите. Засранцы. Так, у испанцев вроде бы какие плюсы я забыл уже. У него, у него, у Сицилицев. У Сицилицев и нормандские рыцари, потом что? Мечники вроде бы. Так, Немо, Немо, пожалуйста, другую команду возьми, я в Испании. Да, вот Португалию возьми, например. У них, у Сицилицев, нормандские лучники, нормандские рыцари, хорошая пехота. Правда, слабая кавалерия в поздний период. Ты бери ее из раннего периода. Спасибо. Ладно, попытаюсь как-нибудь скомпенсировать. Мне что-то подлагивает сильно. Когда набираю войска, вообще мышка что-то дергается. Не то берешь, что хочешь. Так. У тебя копейщики будут? Копейщиков у меня не будет, бери их, если тебе хочется. Так, а кто у нас? Виктор, ты кого берешь? Так, это битва слишком велика для вашего компьютера. Возможно, снижение производительности игры. Да, пожалуйста, снижай. Брешет он, брешет. И еще остатки потрачено вот это. Слушай, у меня всего есть... Чего? Золото... А что 1796 красным так показывает у меня? Это значит, что тебе золота не хватает, ты перебрал. Не-не-не, 4796 это всего воина. Все в порядке, у тебя золото еще должно быть, золото чуть выше. Сыщики, как... Так, требушеты, катапульты мы не берем, я так понимаю, да? Почему берем? Или тут свободного выбора? Свободный выбор. А, если есть желание, бери. Все, я готов, я собрал себе укомплектованную армию, причем очень хорошую, все. Мы готовы выигрывать с Савенера. Проигрывать, если вернее. И на где-то обстановку. Все возможно. В этой жизни все возможно. Я бы еще сказал даже, ничто не истина. Девиз ассасинов. Доблестные воины в стальных латах. Легко с окружающим вражеским троим. Терриотники. Я бы сказал, на букву Б. Ладно, не будем. Так, вот эти, вот эти. Я пошел на таких восьмом. Затрятика. Таких учетов, поставим. Бери, бери, поболее, поболее. Я готов, если че. Ну, если будет лагать, то не знаю, что мы будем делать. Все, да? Я тоже готов. Ждем Сафатори. Да, сейчас у меня муки выбора нет. Сафатори, заходы, на мой огород, слюши. Давай воевать. Трубу шатать. Сейчас будем шатать. Кстати, тут классный слоник, да? Шаталки работают. В пятом, да? В шестом. В шестом. В древней. Нет, первый. Да. А, в принципе. Да ладно, это уже нюансы. Я помню, когда только первый раз Рим увидел, я зашел в магазин пиратский. Ну, где продавались пиратские диски. Поменять, короче, какую-то игру на другую игру. Потому что тот диск был портачен. И меня предложили Рим. Я не хотел его брать. Я говорю, что за херня? Я не люблю стратегии. Он говорит, слушай, братан, возьми его, и ты, говорит, не пожалеешь. Я говорю, ну, взял, короче, поставил. И все, у меня ночи бессонные. Я с этой игрой играл до 2007 года. Ну, там, конечно, когда и Медиал появился после этого. А, до 2006 года. А потом выяснилось, что еще первый Рим, еще есть такое понятие, что обновить можно. Я с интернета скачал патч, обновился. И потом после этого я пошел в магазин, купил институтный диск. Первый Рим. Не ради того, что я хотел этот купить. Я ради того, просто чисто из уважения к разработчикам за то, что они сделали такую игру хорошую. Оценил. А кто там еще не зашел? Там кнопочку нажмите, и мы начнем расставляться. Да, я болтал просто. Я понял. Так, у меня что-то реально подвесо. Реально подвесо. Послушайте, 780-а видеокарта касса не держит Медиал второй. Это у всех подвесо. Это проблема с интернетом. Это проблема движка, как я понимаю. Это, скорее всего, да. Это, скорее всего, брезгует просто. Так, Римас, посмотри. Сейчас я кое-что покажу. Вот сюда. Ты постарайся вот сюда забиться. Видишь, я тебе стрелочку показываю. Стрелочник ты наш, вижу. Сейчас только вот так охвачу всех моих ребятишек. Ага. Я туда-то не могу прийти. Ну, ты поставь поближе войска. Так, ладно. И сделай быстрый марш-бросок. Так, выносим первого Виктора. Ага, легко сказать. Вы знаешь, как будет прикрывать это? Карта на вашей стороне. Явно рельеф. Ну? Ну, я, например, вас не вижу. Потому что... Ну, никто никого не видит. Ну, все, так что карта не на чейной стороне. Карта на вашей стороне. Ну, тут весь вопрос заключается в том, кто будет атаковать, кто будет обороняться. Тут каждый может занять такую позицию, куда... Так, пошел так сделать. Фиг пройдет. Слушай, нет, я, наверное, все-таки из-за подальше от тебя встану. Так, ладно, я тебе оставлю часть войск. Вот, видимо, займи вот этот холмик, на котором ты сейчас стоишь. Я где стою? Вот я занимаю его. Я вот, пожалуй, вышли вот... Вот столько вот. Спасибо. Ага, смертиками меряетесь. И вот эти два отрядика еще. Все. А дальше я буду сам обороняться. Ты меня больше защищать не будешь. Почему? Я тебе даже полководца выделю. Да? Это такой знак бонуса, да? Это святой полководец. Если публик кому-то выделяет полководца, это максимум, что он может сделать. Просто, ну, максимальный... Знак величайшего доверия. Ну, возможно, и так, да? И дай Боже тебе погубить его полководца. Так, ладно, где мои индейцы? Все, вроде бы я не... А, вот индейцы еще остались. Ты за индейцев играешь? Ты издеваешься? Нет, я их так называю просто. Господи, я уже думал, что ты играешь с ацтеков. А что, ацтеками тоже можно зарулить, по идее? Со мной, наверное, думают все согласятся в комментариях в Ютьюбе, которые любят... Но лично я соглашусь. Да, потому что я за индейцев помню и дела, такие делал. Правда, я сейчас с управлением, потому что вот эти вот простыми указателями направо, налево, сзади и вверх, я уже привык управлять там WASD, да, вот как вот во втором реме. Можно переставить тоже. Ну, можно, да, но нужно время, нужно ставить. Так, видишь, как я свою бояська растаял красиво? Да, мало что ты растаял. Сейчас... Будем обороняться сейчас. Сейчас твой строй помнуть так, как девочки, блин, юбку помели когда-то. Когда-то. Ну что, ребят, готовы? Да я готов, все, давай. Не совсем. Мы сейчас еще выиграем этот бой. Да, да, да. Сейчас мы прям сейчас вот возьмем и выиграем. Ты посмотри, я тебе отправил немаленький отряд в виде восьми отрядов. Да нет, семи. Это куда-то далеко ушел. Так, давай посмотрим твои места. Здесь нельзя поближе к тебе, тут строй просто рушится. Вот здесь холмники какие-то, я не знаю, богованные что ли. Что ты себе выбрал, вот это кто такие стоят, а с голыми ногами, а? Ну что теперь, не хватило на сандале денег. Да не всем богатым на войну хотелось ходить в то время, брали те, кто был. Ты что, на автомат взял все войска? Да. Ты правда что ли? Ну я там чуть-чуть подшабанил, прибавил морали и так далее. И поменял чуть-чуть там, кавалерии чуть-чуть поменьше. У меня много копейщиков, очень много копейщиков. Если ко мне нападут мечники, все, я до свидания. Ты, естественно, хорошо вы сделал. До свидания, копейщики. Ты про свою кавалерию вспомнил, которая находится на правом фланге. Давай, что ли? Ты поли, поли, дача мой строй, поли. Давай. Виктор, у тебя... При всем уважении не смогу угадать, как у вас там все расставлено, но беседа вообще забавная. Я бы сделал какие-то маневры, чтобы подкорректироваться под ваш диалог, но, увы, я нажал эту кнопку и теперь могу только представлять, сколько упустил важных корректировок. Так, кто у нас там отстает еще? Все вроде? Да. Это я, наверное, только не нажал. Ну, что, ребят, давайте подтягивайтесь к нам, мы вас ждем. У нас тут шашлык, все дела. Так, ну, одно радует, пушек нет. Виктор, ты что-то прерываешься. Это хэнгаутс. Это хэнгаутс, короче. А что в скайпе не это? Может быть, в скайпе лучше все? Ну, космо вроде и не пускают. Скайп-связь стабильная. Ой, господи, так какие лаги-то, а? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это еще не такие лаги, ты не знаешь, что такое настоящие лаги. Не, ребята, берите Второй Рим, давайте лучше во Второй Рим делать всякие битвы. Лучше нужно было просто на среднюю численность отряда поставить. Ну да, тут 112, ужас, 90, все дела. Так что давайте, нападайте, ребят, закончим эту битву, проиграйте быстренько, и мы пойдем дальше. Какие вы, однако. Ну, хорошо, хоть вы разделили свои армии, в общем-то, тут шансы есть. Отряд морщ! Главный вопрос, кто из вас вкуснее? Я вкусненький, я овощи-пи вкусный. Сейчас оценим обстановку и решим. Однозначно. Ну, тут все просто. Горка очень крутая. Сначала сносим тот отдельный отряд, который у испанца на горе стоит. Если они будут пытаться ему помогать, то мешать. Мешать. Мешай меня полностью. Ну, надо нормальную карту ставить было. А что, это плохая, что ли? Это карта... Ой, боже, что-то полных лучников-то, а? Да-да. Понабирали тут, а? У меня вообще ни одной плашатки нету. Ты когда прокопейщиков сказал, в общем-то, это меня немножко взбодрило. Ну, я вижу тут, смотри, раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь. Семь отрядов конных лучников. Ребятки, молодцы. Ну, пусть так понимают. У меня четыре отряда. Правда, не в нужном месте стоят. Видишь, кстати, подкрепление тебе привел. Да-да. Привел. Чем хороша Руси, такой набор, тем, что можно действовать на два фронта, не опасаясь. Ой, ребята, у меня что-то, возможно, проблемы со связью пишут. Ничего страшного, должно вернуться, восстановиться. Сейчас поставим после этого боя на среднюю все-таки численность, потому что... Нет, после этого боя я все уже пойду спать, наверное. Можно еще один бой сыграть? Смотря сколько этот бой продлится. Смотря когда этот закончится. Ты, погоди, да. Потому что тормоза очень большую коррективу вносят в количестве. Время в виде тратим. Слокотно среднее количество поставить, а тормозить так не будет. Ну что ж, вы так жадно впились в оба холма. Давайте один, уступайте, что ли. Зачем вам два холмика? Сможете ли вы их удержать? Отряд, разойдись. Так, ну, на мои маневры отреагировали, конечно же. Куда без этого? Насколько я помню, лучники дальше стреляют, чем арбалитчики, правильно? Да. Это, кстати, одна из великих битв, которые Англия выиграла своими лучниками против Франции, когда у них были арбалеты. Их просто расстреляли издали. Это как битва называется, напомните меня? Я не помню. Вспоминай. О, как сиделось красиво. Кого ты там снёс-то? Пушками своей. А, так, у тебя ещё и пушками. Читеры, бога юзеры. Слушай, публя, ты крайне уязвим. Чего, чё? Да, я чё-то проложил, что крайне уязвим он. Нет, всё-таки надо связываться через скай, потому что через хэдгаутс это вообще проблема одни. У скайпа другая проблема, там качество связи, шумов много. То есть ты получаешь вроде как стабильную связь, но при этом много шумов. Можно попробовать РК, Рэйтко. Тебе сейчас перехватят, Римос, давай, Води. Води, 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 Води. Я вижу, 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 вижу. И приду сейчас к тебе на помощь, вот так вот. Чем ты там собираешься прийти? А, у тебя ещё кавалерия есть вверху. Испанцы прикрывают задницу сицилийцам. Как так? А, слушай, неплохо так обстреливаю вражеские войска. Да. У меня вроде закидывают стрелами, по идее должны как-то... Вроде стало не так сильно лагать, как и ранее. Не, у меня лагает до спорта. А у меня не так сильно, как было. У меня так немножко подлагивают. Совсем чуть-чуть, чуток. Кто это к нам идёт? Хинеты. Ну, ждём-ждём. Ждите-ждите. Ребята должны вроде отреагировать правильно. Ахинеты. Это у нас метатели, что ли? Ну-ну. Ой-ёй-ёй, закидывают. И неплохо закидывают. Совсем неплохо. Хорошие ребята. О, всё, обстреляем огненными стрелами. Зажигай, поджигай, разжигай. Ладно, давайте, мы поманеврируем немножко. Маневрировал, да? А никто слышали про маневрировал? Не-а. Как ты, говорит, маневрировал? Глеб, уводи. Испанцев своих. Куда уводить? Мне уже некуда. Я тут буду стоять долго. А на счёт испанцев, ты что, про хинетов, что ли, говоришь? А. Угу. Ничего страшного, сейчас в рукопашку будем сражаться. Они ещё и по своим стреляют, так что это ничего страшного. Мы сейчас ещё их выиграем. В смысле по своим? А, ты имеешь в виду мои эти самые? Не надо было мне это говорить. Ребята сориентируются быстро. У меня промах кастрация. Всё. Вот своими благородными рыцарями отступи, пожалуйста. Тут идёт конное ополчение, а это не очень хорошо. Уводи его отсюда. Не факт. Оставь, я с ними разберусь. Уходи. Да что же, он пытается тебе помочь. Пусть будет. Волков боятся в лес не ходить. Вот точно. Что-то залагало-то как. Сражение началось. Только сражение началось. У меня всё залагало так, как будто слайд-шоу идёт. Ну, значит, там бой знатно идёт. Кипит. Перекрываем этим путь засранцам. Давай отлагай немножечко. Не, аэролаги, конечно, нереально для такой игры. Ну, вот у меня сейчас лагают по-серьёзному. Как будто слайд-шоу у меня сейчас идёт, короче. Ну, у меня иногда бывает такое, но... Нужно действовать. Нас атакуют. Ну, ты как игра на паузе. Пошагово стратегию, что хотели. Ой, блин, сейчас отлагает, должно отлагать. Передаём ход оппоненту. О, всё отлагало, ура. Как раз тот момент, когда я атакую. Где-то там атакуешь. На горке, что ли? Няма выдвигаемся, да. Так что мы будем сидеть или выдвигаться? Кто будет выдвигаться? Что-то я вижу, все заняли свои позиции и стоят, ждут. Мы выдвигаемся, всё, я высылаю свою кавалерию. Куда вы собираетесь выдвигаться? Подождите, дайте вас раскрошить на одном холмике, а потом мы... Придём к вам. Второй. Ай, опять залогал. Ну, кто это? Ветераны-копейщики. Мы не боимся, мы ваших ветеранов. Вперёд! Армия огромная. Огромная армия. И да. Валерию можно сюда отправлять спокойно. Блин, а чё мои бегут, у меня вопрос. Это мы встретили конных арбалетчиков. Мои бегут, причём... Ну, я тут немножко... Восемь! Я тут немножко своими стрелками помог. Потому или... Ну, а чё? Читерские стрелки. Это хорошо. Да, меня уже перехватили, пока я тут в телефоне у себя копался. Ах, ты в телефоне копался? Пора выравнивать счёт немножко, а то мы вам подарили аж 10% наших союзников. Остановитесь, а! Вот куда бежите? Вы уж прокаченные, у вас 83, 71, 78. Если не трогай, 1-2 отряда кавалерии мне выделить, чтобы бегущих добивать. Идут. Уже бегут два отряда. Беги! Остановитесь, пожалуйста. Блин, я всё до спорта забываю про клаватуру. Жму на WS. Это неискоренимая привычка, кстати. Тоже из-за нескольких прохождений каждый раз пальцы сначала раком становятся, потом начинают вспоминать. А что же актуально? Да. Ой-ой-ой, конкистадоры, это страшно. Вы решили не дожидаться исхода, решили поменять его своими силами. Так, ребята, поворачиваемся. Всяко-разно, только главное, не сдаёмся. Ну-то остановитесь, а может полководца сюда и послать, всё полководец, беги. Пехота просто бежит, я не знаю, из-за чего она бежит. Так, Немаш говорил, он там подшаманил немножко. Ситерил. Вот 83 человека, на штыше остановиться, но... Должны остановиться где-нибудь. Где-нибудь, ты правильно сказал. Я не думал, что они прорвутся, они прорвались. Ну, а что ты думал? Тебе неплохие рисунки на столбах рисовать. Да. Блин, на меня тут... У меня тут такую... Со всех сторон, ну, что подкрепление тебе. Тут жестокое военное действие. Охрана полководца, это кто у нас? Это полководец, что ли? Да, полководец! Его нужно перехватить. Да, перехватывай, желаю удачи. Перехватывай. Один отряд остановился. Так, а меня тут окружают. Ой, я иду к тебе, я иду к тебе. Я иду к тебе. Да, я тут их перекрыл немножко, так что все, тут еще есть шанс. Удар в спину. А это кто у нас? Стрелки. Ребята, про удар в спину не слышали? А нет, подействовало. Кинжалом? Копьями, копьями. Кинжалом с лошади не достанет. Ты ж какой позвоночник нужно иметь, чтобы так выгнуться. О, тут и охрана полководца тоже идет. Сицилия своих не жалеет. Не, ребята, с этим лагерем невозможно играть. То есть я не знаю, как это делать все. Выхватываем отдельный... Ой, может, перехватить, пожалуйста. Видишь, тут казахи меня стреляют. Я тут пытаюсь что-то предпринять. Я в курсе уйти. Нужно действовать. Конкистадоры. Ой, ой, ой. О, останавливаются. Да, остановились. Че, казахи меня такуют, да? Да. Да. Блин, я про арбалетчиков совсем еще забыл. Вот охрана полководца ее, ну, что обстрелять, обстреливают. О, мушкетеры. Мушкетеры, мушкетеры. Да, и воевали они. Слава. Не догонишь, не догонишь. И не буду. Я их перехватываю, короче. Все, я их перехватил за своими конкистадорами. Крестьяне с луками. Да, тут просто желтых тима. То бишь моих. Да. Желтеньких много. Да, пока мои добегут до этого дела, уже все будет сделано. А, это кто пишет, конкистадора и ветераны-копейщики. Давайте посоревнуемся. Уходим, уходим, уходим. Да, все, мой полководец сделал свое дело. А теперь, дружи, отступай. Ну и, конечно, и мой подопоследок-то убился. Все, патриархи. Да? Да не успел мы и убежать. Значит, мы стоили друг другу. Друг друга. Красивая смерть. Красивым народам. Вся надежда теперь на Римаса. Ой, как хорошо. Слушай, твои бежать сразу начали. Твою охрану, полководца, останови. Пусть они останутся. Он у тебя целых две охраны. Вот отступай туда. Зачем ты за убегающими бежал? У тебя шанс еще был. Ой. Шанс, не шанс. Битва проиграна. Что ты мне тут еще говоришь? Нам еще половина. Да, тут еще сражаться и сражаться. Вроде как отлагало. Это хороший знак. Ну и половину армии потерял тоже очень хороший. Эй, эй, эй. Ребята не боятся. Да, все отлагало. Римаса, это отлагало. Нам не так же, как отлагало, так и лагает. Все, мои бегут. Не выдержали. Бегут. Летят гроба небода. У нас вверх стоять. У меня их. Я, короче, отправил войско. Прошло где-то минут 50, наверное. Они только добежали. Пешие нормандские рыцари. Ух ты. Что же заставило их побежать? Слушай, удивительно. При том, что у тебя тут численное превосходство. А я из четырех... Видимо... Пост... Да, скорее всего, мои мушкетеры сами сориентировались. А, залп? Замечательно, слушай. Просто я не помню, чтобы я им приказывал конкретно кого-то атаковать. Все, у меня вся армия бежит. У тебя еще остались конные арбалетчики. Ну, ой. Которых фиг догонишь. Ну, кого мы там уничтожили половину Виктора? Не знаю, не знаю. Ну, где-то половину, да, уничтожили. Есть такое дело. Мне главное, чтобы мои опорные маячки сражались. А они вроде как сражаются. Атаку пошла стрелковое ополчение, хотя ты на него уже идешь. Так, я попытаюсь сейчас сойти кое-кому в тыл. Все, мой фланг промяли, который правый был. Ох, отлично. Захватил таки твоих конных арбалетчиков. Но я так понимаю, один отряд своей кавалерии я загубил в попытках это сделать. У меня, оказывается, есть в резерве стрелки. Кои бежали, но потом, видимо, остановились. Да и у Самира тут есть благородные рыцари, отстаивающиеся. Там же, в районе моих стрелков. Прибило их путем. Ой, слушай, у меня оказывается еще одна группа воинов. Передумала. Пешие конкистадоры. Держись, держись, я сейчас попробую в тыл 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 в тыл. Не надо никакого тыла. Их, госпиталияры. Все вернулись, что ли? Они устали у меня. Отключи, пожалуйста, стрельбу, я из-за этого тыл, хотя они уже бегут. Бегите. Как-то у зрителей гнев приемовса. Гневайтесь, гневайтесь. Да, Сицилии еще, немало. Что там мой бесполководный? Работает, работает. С конными арбалетчиками, но, боюсь, ему не светит. О, у меня дианатр от пехоты остановился. Пожалуйста, у тебя стенд благородный рыцаря. Такой рядом с них казаков. Они в тебя стреляют, у меня счетов численности. Подлетайте, подлетайте. Подлетайте, подлетайте. Зачем ты так? Скажи, Глеб, вот чего ты избегаешь прямого боя? Я разбег брал. Хотя, в принципе, тут стрелы все сделают. Согрызайте моих лучников. Во что там не кормят, что вы так в них впились? У меня есть куда бежать, если что. О, бердышники останавливаются. Да куда бежите? Их послал в одну сторону, но они от двух, отряд. Двух человек не могут отойти. Ну давай. Ну-ну. Пешие нормандцы тоже вернулись. Наконец-то эти два человека уничтожены. Ты про моих по тех самых? Да, они сражались до последнего. Но как-то, видимо, не суждено было перебить. Атакуй мушкетеров, пожалуйста, своей кавалерии. Орды арбалетчиков. Убегите! Сицилия рулит за мафию! Коррупционеры, смотри как! Хе-хе-хе-хе. Накупили доспехов там. Не пробьешь. Че, сейчас мои доберутся? Долго, правда, они добираются почему-то. Мы идем наравне, а нас 58 убили, но их 57. Поддержи, пожалуйста, самер меня кавалерии. Постараюсь. Музычка, конечно, тут веселая. Можешь один с рядом пехотинцем разобраться с... Я все нормально, я все вижу, все вижу, не переживай, не переживай. Да, да, вот с этими. Уступают португальцы. Ну-ну. А это кто? У вас лучники ислама. О, 60-60 убито. Угу. В принципе, интересный бой. Очень. Доля иронии. О, да, я погнал два отряда пехотинцев. Португалия. Стрелы на мушкетеров не тратить, сейчас с ними разберусь. Хотя я тоже с ними сражаюсь от меня на них стрельбу и атакуя пехоту над шелгиными стрелами, либо кавалерию. Хотя у врага она еще осталась разве. А, нет, осталось. Так, кто там пытается дотянуться до меня, пешие конкистадоры? Режьте всех. Не щадите никого. Смотри, справа идут воины с бердышами, их лучше унять. Это что за функция такая, унять? Вы кого там собрались, униматель? Звучит крайне жестоко. Что за инструмент для унимания ты для этого имеешь? Униматель. Униматель. Ты куда, ты куда? У-у-у-у-у-у. Образуемся. Так, Немо в спину заходят. Правда, маленький отряд, так что осторожней. Римас. Мм. Ты куда? я отвлекаю о это и то хорошо хоть кто то еще половину бойцов потерял аккуратно пишет и феодалов стрелы пожалуйста логинами стрелять ты меня попадаешь он морально и пердыш не подавляет и 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 хорошо чему ты там радуешься потому что обстрелили не надо ни в кого стрелять м как я не в тебя стреляю но мы стреляем чем более дома убирай своих госпитальеров давайте ребят заканчивать я уже устал погодите сейчас доиграем может время ускорим чуть-чуть нет тогда нет я не смогу следить ему продуем и мы должны выиграть займи их кавалерией я сзади атакую каким ты собираешься там сзади атаковать госпитальеры бегут а своих конных арбалетчиков неугомонных не смогли мы их угомонить никак а не отряд у меня бежит у тебя еще кавалерия осталось дальше 30 лет осталось но уж погнать португанских аркибузеров прямо рядом у тебя находится охрана полководца охрана полководца на противоположном краю карты эх побежали мэй а чей погиб полководец союзников по и полу все мы нам были шире головы так сказать посмотрим да еще не вечер 6 месяцев у вас остался его спасаю еще остаться на поле битвы все все родители сна тебе римус но это было если я сейчас я буду подсказывать что я спать хочет стрелочками и то написал так вот так вот выстраивайся вот тут с чем съела ополчение с алебардами ну пусть бегут у вас кавалерии еще четыре пять отрядов нет шесть возвращаются публики сколько могут твои арбалетчики возвращаться на поле боя ты чё там им предлагаешь каждый раз все новое и новое новую землю удивляет их так чем то что они все возвращаются возвращается я за ними гонял уже три отряда кавалерии на них потерял на это мимо пробегают пешие конкистадоры не мы так понимаю круговую оборону он занял такой вот хитренькую и я тут побыстрее побыстрее такой побыстрее те и шанс пока он еще не перекрыл куда атаковать в нем вариантов не остается да тут все решить не вариант для вас м 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 наши союзники и трусливо убежали в смысле подожди как это все убежали и кавалерия тоже просто так вот стояла и рванула назад да тю видимо не поверили в последний момент поняли что не будет и в новых земель тут пока что только обещанием самира могут верить потому что он полководец единственных остался жив из командного состава вот эти две все тренинги остановились получили бы очень хорошо но все сами работа с этой части тебя давай будут я подсказывать но я подсказываю и сальюш вот эти все старания мои это сделать ради того чтобы ты все слил все испортил блин отличный зал по госпитали рамбалов вот сюда стреляет ведь отряда минус да они вроде и за валуном скрылись так стеснительно выстроились а нет вот самир сотри куда я тебе покажу сейчас вот сюда ты будешь атаковать кавалерии да ёшкин кота но отчет нас атакуешь лучников много кавалерия сюда атакуешь куда показал пристройки сюда и атакуешь да я вижу вижу нормально все ну че надо подсказать переключили огненные стрелы я сейчас атаковать не буду я буду просто и обстрелить их поставь огненные стрелы они давят оборальку да вряд ли не поставь огненные стрелы даже если огненными стрелами обстреляешь позиция у них хорошая но огненными стрелами ты хотя бы и если еще зажимать то все получится давай огненными стрелами шмальни давай огненными стрелами шмальни да там не раздавишь ты мораль активной фазы боя нет мораль не уменьшается ну разве что чуть-чуть плюс бодры по первшим конкистадором стреляю них 83 человека в отряде и даже 86 и сзади аккуратнее в те два отряда подползают даже 3 4 5 сейчас я конницу уже отправил там еще мне запас есть норманцы м м м м м а теперь с кавалерии с тыла обойди где дворяне пикинеры м 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 положение еще нет так ладно я ухожу сбоя ребята очень устал ул это от этих лагов реально они большие ты бы хоть признал поражение а то теперь с этим компьютер сражается но так сражается посмотрим может быть может комитета университета нет я думал этот признает поражение там не знаю я все тут продал ну и убит производитель союзников ну так посмотрим теперь а я убил больше всех и набрал меньше всех дала ты убил знатно 1280 сейчас посмотрим кто у меня отличился особо по количеству убитых стрелковое ополчение и охрана полководца печально трагично печаль нет красава красава хорошо прошло а давайте рим лучше второй рим первый давайте вы в обе стороны растягивайте кто куда наполеона это нельзя вроде запустить ну настанет время и второго римлян весь пропатчены насколько я понимаю уже таких да ну как бы все как бы особо нет войдем дыр